Сбои интернета, который произошел на днях в России, как отмечают специалисты, возможно, самый масштабный в новейшей истории. У пользователей в течение нескольких часов не открывали сотни сайтов, мобильных приложений и сервисов в доменной зоне РУ. Жалобы поступали не только из всех регионов страны, но и от пользователей, находящихся за рубежом. Почему российский домен выпал из мировой сети? В следующем материале. В результате сбоя в работе домена РУ сломалась и российская пропаганда. Все сломалось. У меня работает исключительно Телеграм. Если перестанет работать и он, наступит долгожданный цифровой детокс. К лучшему. Министерство цифрового развития России заявило, что сбои произошли в результате технических проблем. Стоит отметить, что отключение последовало сразу за предварительными заявлениями российских властей о планах перевести всех пользователей интернета в стране на национальный DNS-сервер. По мнению экспертов, если это все же произойдет, то нет никакой гарантии, что он будет приводить браузеры пользователей именно к тем сайтам, которые они вводят в адресной строке. Ведь этому могут помешать мошенники. Например, вместо Сбербанка, когда вы набираете сбербанк.ру, вас перебрасывает, ну, злоумышленник подделал этот адрес на DNS-сервере и вас перебрасывает не на Сбербанк, на сайт Сбербанка, а на поддельный сайт Сбербанка, куда вы радостно вводите свой логин и пароль, а злоумышленники потом крадут у вас с помощью этого логин и пароля, крадут деньги. Такая вот история. Эксперты считают, что угроза изолировать Рунет от мирового интернета вполне реальна. Это очередной шаг российского диктаторского режима на пути к полному контролю интернета в стране и действий пользователей. Но это может привести к непредсказуемым последствиям. Это приведет к тому, что пострадает население, в первую очередь, у которых упадет качество жизни. И во вторую часть пострадает бизнес внутри России. Все равно Россия очень серьезно интегрирована в мировую паутину, так скажем. И очень сильно зависит в том числе от инфраструктуры, которая находится на Западе. Если взять вот так вот и одним махом перейти на суверенный Рунет, он просто перестанет работать. Накануне в России начали выключать мобильный интернет по ночам в ряде регионов, чтобы работали системы радиоэлектронной борьбы для противодействия ударам украинских беспилотников. Речь идет в частности о Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Как рассказывают источники, это делается по требованию военных. А власти Якутии отключили работу мессенджеров, телеграмм, ватсап и вайбер. Это произошло на фоне протестов местных жителей против ситуации в регионе. А в Башкортостане мессенджеры не работали, когда 19 января люди вышли на акцию протеста в центре Уфы после приговора суда местному активисту Фаилю Алсынову. В тот день в Уфе тоже не работали телеграмм и ватсап. Виктория Смирнова для телеканала Фрида. На об этом масштабном сбое, что за ним стоит и почему, ну так по крайней мере, складывается пазл. Российская Федерация пытается ограничить доступ к разным сервисам в разных регионах. Об этом говорим далее с нами на связи Михаил Кольцов, консультант Семирного банка в сфере анализа данных и кибербезопасности. Приветствуем вас в эфире телеканала Фридом. Добрый день, коллеги. Михаил, ну а вы можете нам рассказать, что же на самом деле произошло и в чем была заковыка вот этого масштабного сбоя? Да, по сути, почему вот эта доменная система, она, ну, поломалась? Да, в данном случае, я думаю, что мы присутствовали на испытаниях этой системы как раз для подготовки к выборам. Потому что, видите ли, преимущественно подписание доменного имени, оно происходит поквартально. То есть, лучше придерживаться такой хронологической части. А тут она начала подписываться в конце, в конце, соответственно, января. Я думаю, для того, чтобы следующее подписание уже смесить на конец апреля. И в данном случае они, наверное, произошел определенный сбой при процессе подписания, потому что потом, через несколько дней, они снова вернули эту цифровую подпись. И в данном случае они, скорее всего, тестировали, насколько возможно будет вообще контролировать вот этот интернет-трафик, который исходит изнутри РФ, а не извне. То есть, то, что вы видели, это была своеобразная берлинская стена. Как бы на словах она защищает от тех, кто извне, а на самом деле она предназначена для того, чтобы не выпускать тех, кто внутри. Ну, можно сказать, Михаил, что Министерство цифрового развития России, в принципе, и стало главной причиной, ну, потому что получило определенного характера задания, ну, и стала причиной этого, ну, сбоя, сбоя, скажу, сбоя, этой поломки сбоя. Да, скорее всего, там была проблема в координации, потому что вот меня очень удивило, насколько начали отрицать принадлежность Роскомнадзора к этому сбою, говоря о том, что, ну, он не имеет доступ к глобальной инфраструктуре. На самом деле, да, на самом деле, я считаю, что Минцифра, она затеяла очень глобальный процесс вот этого национального сервера, сервиса доменных имен, с помощью которого, фактически, она может контролировать весь трафик, который исходит изнутри РФ, и, соответственно, блокировать его с полным контролем. То есть, по сути, это первый шаг к блокировке Ютуба. Михаил, а можете объяснить просто, возможно, не все слушатели понимают, да, что вот такое вот это DNS, DNS security и так далее, и так далее, как работает эта история и почему так важно в этой связи понимать вот эту привязку к РУ, да, Кремлин РУ, Роскомнадзор РУ и так далее, и так далее. Все, что связано с РУ, ребята, да, вот сейчас нам Михаил и расскажет, да, каким образом функционирует эта система, и каким образом они могут ее использовать для того, чтобы, как вы сказали, вот эту стену. Это вот такой, да, вот внутророссийский фаервол, да, по сути, для всех, что вот не пробьешь ты его. Да, по сути, это глобальный фаервол, потому что, смотрите, машины между собой общаются цифрами, поэтому они используют IP-адреса для того, чтобы с собой связаться. Люди очень плохо дружат с цифрами, и поэтому мы используем имена и названия. То есть, вам не нужно помнить IP-адрес Ютуба, вы просто вводите слово «Ютуб», и вот эта система DNS, она берет это имя, проверяет по списку, какой там сейчас IP-адрес, и, соответственно, перенаправляет вас туда. И то, что, соответственно, сломалось, накрыло всю зону, это механизм, который защищает вас от того, что когда вы вводите имя, вы попадаете по правильному IP-адресу. И вот сейчас, когда они, вот сейчас у вас вот этот, вот этот, вот этот контакт между именем и адресом конкретного сервиса, он происходит на глобальном уровне, то есть сервера Google и остальные сервера, они делают вот этот перевод. То, что они хотят сделать, это то, чтобы перевод между именем и адресом осуществлялся на уровне Москвы. И, следовательно, получается, если я, сидя в Москве, контролирую, каким образом вы переходите, каким образом происходит перевод между именем, которое вы ввели, и адресом сервиса, на который вы попали, то, соответственно, я могу разрешать вам туда проходить, либо не разрешать. То есть, таким образом, я контролирую весь трафик, который, соответственно, происходит. Проходит через, от вашего компьютера через Москву в глобальный интернет.